Ирина Викторовна, здравствуйте! После чего один из украинских депутатов стал угрожать физической расправой нашему президенту. Ну, понятно, что Генеральная прокуратура по этому факту уже возбудила уголовное дело. Вот как вы вообще можете прокомментировать подобные действия некоторых политиков в отношении Беларуси? Давайте начнем с того, что наш президент поздравлял не Верховную Раду Украины, а украинский народ. И поздравления, и пожелания были все адресованы украинскому народу, нашему братскому украинскому народу, но не Верховной Раде. Конечно же, депутат Верховной Рады, как гражданин Украины, мог высказать, но он же это высказывал как депутат, как политик, совершенно верно. И вы очень правильно заметили о том, что сегодня Генеральная прокуратура уже возбудила уголовное дело. То есть, посмотрите, мы отреагировали абсолютно в правовом поле. Никаких эмоций. На действия этого депутата можно посмотреть по-разному. Как политика. Это просто выходит за рамки любого абсолютно политического отношения. Во-первых, это неэтично, политически неэтично. Это по-человечески неэтично. Ну и если мы посмотрим чисто с человеческой стороны, я имею в виду как мужчины, это даже не по-мужски. Но! Есть один интересный момент. Вот эти поступки имеют, на мой взгляд, антиэффект. На мой взгляд, наши белорусы восприняли это как суперскую. Вы нашего батьку не победите. Вот и все. Поэтому они могут там, простите за непарламентское выражение, трепыхаться. Но при этом отношение к украинскому народу не поменяется. И при этом, если мы еще на один момент чисто такой бытовой, я бы сказала, посмотрим. Ведь пересекая, так скажем, границу, когда мы общаемся с обыкновенными украинцами, их отношение к нашему президенту никак не меняется, а только улучшается. И то, что нам депутаты Верховной Рады... А, кстати, есть еще один интересный момент. Ведь кроме депутатов, там же еще умудрилось Министерство обороны выдать, простите, такие заявления, что это просто даже выходит не то, что за рамки правового поля. У каждого государственного органа есть свои функции и полномочия. На каком основании Министерство обороны Украины выдает такие, извините, высказывания, я даже не говорю о каких-то, простите, рамках приличия в адрес президента другой страны. Поэтому вот эти вещи, на мой взгляд, имеют антиэффект. И мы, кстати, все это можем наблюдать и на социсследованиях по отношению к государственной политике в Республике Беларусь и непосредственно главе государства. Так что я думаю, что это антиэффект имело. Вот, кстати, сейчас в обществе белорусском очень сильно комментируются эти угрозы. Обычные люди, вы правильно, да, тоже заметили, высказывают свое негодование по поводу такого поведения украинского депутата. И вот, кстати, заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Ольга Петрашова, она и сказала, что это заявление украинского депутата, оно вызвало у всех белорусских депутатов просто возмущение. Это действительно так. И вот по ее мнению, такие политики, они воздвигли человеконенавистничество в ранг государственной политики, которые привели к тем трагическим событиям, которые мы сегодня наблюдаем в Украине. Вот на ваш взгляд, какой все-таки должна быть реакция Беларуси после вот таких вот безответственных заявлений украинских политиков? И как вообще вот в таких сложившихся условиях выстраивать сегодня отношения вот между нашими странами? Вы знаете, любой кризис, политический, экономический, он проходит. Но остается самое главное. И вот эти взаимоотношения между украинским и белорусским народом, они были дружественными, они и останутся. Очень больно, когда вот такие выпады, а уж тем более, простите, высшего законодательного органа, в данном случае Украины, дают вот такие посылы для того, чтобы люди видели отношение своего государственного органа к соседке стране, как мы. И при этом, обратите внимание, ведь независимо ни от чего, санкционное давление или еще что-то, но Беларусь была, есть и остается дружественной страной. Мы всегда открываем дверь для тех, кто готов с нами сотрудничать. Вот вы сами сейчас вот застронули вот эту тему, роль Беларуси в происходящих в Украине событиях, ну а как бы вот вы ее сами охарактеризовали? В первую очередь, независимо ни от чего, наша страна – это миролюбивое государство. И давайте смотреть, что это не только на государственном уровне, но и на уровне простого человеческого общения. Вот давайте на абсолютных примерах и фактах. Когда начались все, так скажем, события, военные операции, и Беларусь первая, кто предложила опять-таки свою площадку для проведения переговоров. И эти переговоры начались именно на территории, кстати, Гомельской области. И прошли уже и один, и другой раунд, и готовы, и мы выполняли все условия, которые только ставились, обеими сторонами. Пожалуйста, давайте договариваться. Почему я говорю о том, что Беларусь абсолютно, абсолютно миролюбивое государство? Кроме этого, мы принимаем абсолютно всех. Идут беженцы. Вы же только подумайте, с 2014 года мы приняли больше 200 тысяч. А теперь смотрим. И не просто приняли, да? Конечно. Это люди, которые сегодня получили здесь работу, жилье. Вот смотрите, у нас идут. Пересекли границу? Кризисные центры? Пожалуйста. Следом, жилье, работа. Мы сейчас в преддверии 1 сентября. Мы что делим, что это белорусский, а это украинский ребенок, который идет в школу? Нет, мы и портфель соберем, мы и поможем, и школьную форму. Все. Понимаете, это отношение уже не только на государственном уровне. Это на уровне общественных объединений и на уровне самых простых людей. Я тут как-то общалась с одной семьей украинской. Они говорят, слушайте, мы, говорит, приехали, смотрели, а нам, говорит, отовсюду. Кастрюли понесли, говорит, одежду принесли, моющие принесли. Мы, говорит, как будто и не уезжали, говорит, смотрим, и природа у вас такая же классная. Понимаете, здесь нет среди людей деления на наших и не наших. В Беларуси все наши. Вот в чем вы лично видите силу современного белорусского государства, ну и современных белорусов? Вы знаете, я как-то вот задумывалась об этом. Но, наверное, все-таки последние два года были какими-то, наверное, что ли, отрезвляющими, что ли. Мы в каком-то благополучии слегка, как это орет, не хочу говорить, захлебнулись, но переизбыток все-таки был в определенном смысле. То вот сейчас я все-таки для себя поняла, что самое главное – это вера, потому что… И опять мы возвращаемся к социсследованиям. Государству есть доверие, государственные политики. Есть вера и доверие главе государства. Более 70% белорусов. Сила в правде. А не надо, больно, иногда неприятно. Но мы говорим правду. Мы говорим правду, как есть. Мы говорим, что есть проблема сегодня, что нужно потерпеть, и вот так и вот так будет. И это есть. И, конечно, сила в единстве. Вот очень скоро у нас будет праздноваться совершенно молодой праздник нашей страны – День народного единства, и, наверное, вот это единство и является для нас, белорусов, определяющей силой. Вместе мы всегда будем сильны, и нам не страшны никакие геополитические угрозы. Мне был приятен этот разговор. Я благодарю вас за это интервью, Ирина Викторовна. Удачи вам. Спасибо вам. Спасибо.